меня спросили а есть ли у меня права я вспомнил что они у меня есть и вот мы взяли в аренду машину и поедем с опыт такая машинешка 150 злотых на 2 дня и заправились на 40 машину в аренду взять очень легко можно использовать предложение от каршеринговых компаний есть предложение трафик кар но этот вариант хорош если вы предполагаете использовать автомобиль при движении по городу на межгород получается дорогого вот так вот на великах на великах на великах носить на машине можно взять машину прозвонив кучу контактов соответствующих группах фейсбук ну и на телеграм типа аренда авто варшаве мы так-то поступили машину нам предоставил прекрасный человек юля телефон оставлю в описании как обычно подписали договор аренды оставили депозит 300 злотых и получили чистую исправную машину также издали все по-честному без обмана и прочих подводных камней если вы собрались выезжать из польши в другую страну евросоюза то уточняйте у арендодателя можно было бы за местами пристроиться да ну его в сраку а то вот так плетишь пристроишься а сзади тебе полицейский к штанам пристроится ой ужас ой какой туман впереди штаны развернуй шеренки назад и можно за местами летать хватит говорить при движении по польше не нужно таскать с собой документы на машину и страховку анализа маска из левого уха и тонну прочей хрени цивилизованной стране все есть в базе водитель имеет собой только права использование которых допускается в польше если вы намерены водить автомобиль в польше следует ознакомиться с основным положением правил дорожного движения больше правостороннее дорожное движение водительские права перед поездкой в польшу уточните в посольстве польши или центре туристической информации соответствует ли ваши водительские права требованиям предъявляемым им в польше путешествуя по стране на автомобиле можно лучше ее узнать однако следует помнить и об основных требованиях безопасности на польских дорогах ограничение скорости польша на дорогах действует следующее ограничение скорости движения 20 км час на внутренних дорог на собой застройки 50 км в ч населённых пунктов 90 км в час за пределами населённых пунктов 100 км в час на скоростных дорогах с одной полосой в каждом направлении 120 diplomatic в час на скоростных дорогах двумя и более каждом направлении 140 км в час на автомагистрали фары на территории польши любое в транспортных средств должно передвигаться с постоянно включенными на протяжении суток ближним светом фар то что касается безопасности при перевозке детей до 12 лет должны быть использованы специальные тестированные сиденья все взрослые во время езды водителям запрещено пользоваться сотовыми телефонами за исключением случаев когда автомобиль имеет оборудование позволяющие водителю разговаривать с абонентом без использования рук каждое транспортное средство на польских дорогах должно быть укомплектовано огнетушителем аптечкой или знаком аварийной остановки парковка парковать автомобиль можно лишь в разрешенных местах при этом надо убедиться в необходимости оплаты парковки некоторые места оборудованы автоматами по оплате стоянки отсутствие оплаты наказывается штраф по штрафам размер штрафов за нарушение правил дорожного движения колеблется от 100 до 500 злотых иностранец обязан заплатить штраф наличными так что если вы предполагаете нарушить имейте ввиду что вы карточкой не обойдетесь вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в польше строго запрещено случае обнаружения в крови водителя даже небольшого количества алкоголя более 0,2 миллиграмм на литр крови водитель может быть оштрафован а его автомобиль взят под арест вождение автомобиля при наличии дозы алкоголя более 0 5 миллиграмм на литр крови считается преступлением который наказывается тюремным заключением сроком до двух лет с возможностью немедленного ареста заметьте что в польше запрещено использовать анти радары или другие устройства которые могут предупреждать о приближении к фоторадарам или влиять на их работу за это предусмотрен немалый штраф поездку мы планировали но не в ноябре она ранее весна погода сегодня радовалась сильной облачностью и моросящим дождиком время в пути неоправданно завышена 355 километров за пять часов но несмотря на эти сомнительного содержания сюрпризы результат поездки полученные на впечатление слегка бой их окупили гданьск город порт проехали по краю за 15 минут через спальные районы длиннющие изогнутой формы жилые дома называются фоловцы что переводе означает волна дом такие дома строили в 60 70-х годах прошлого столетия ухоженные парки с детскими площадками костелы торговые постройки с опыт вплотную примыкает к гданьску это город-курорт уютно зеленый чрезвычайно интересно не только своим прямым назначением пляжным отдыхом и развлечениями но и собственной атмосферой узкие улочки интересные жилые дома не более трех этажей необычные в этих домах то что балконы выглядят как пристроенные деревянные остекленные веранды на все высоту зданий украшенные резьбой велодорожки мы встретили только курортной зоне и парках с опыт прославился на всю польшу и за ее пределами своими широкими пляжами развитой гостиничной инфраструктуры и многочисленными музыкальными фестивалями самый известный из которых является международный фестиваль песни в сопоте который можно сравнить со знаменитыми евровидениями с опыт как коррорт по официальным источникам начинает свою историю с 1823 года когда врач ян хафнер построил здесь вечерние ванны на основе сменных минеральных вод из святого источника вайцеха ян георг хафнер врач наполеоновской армии главный хирург приехал в гданьск в 1802 году и поселился здесь навсегда после ухода французской армии он переехал в сопот тогда еще село насчитывавшие в то время чуть больше 300 жителей в 1823 году он получил от прусского правительства право на создание купального пляжа после этого он арендовал часть берега где сегодня простирается парк и посадил деревья чем его помогали местные рыбаки которые называли его веселый французский доктор он построил за свои деньги лечебный кабинет и устройство для горячих и холодных ванн и организовал правила купания курорт который он основал еще многие годы принадлежал его наследникам старый маяк является арестом одним из красивейших архитектурных сооружений достопримечательностью города высота составляет 42 с половиной метров маяк расположен на площади здоровья был построен еще до начала второй мировой войны в 1903 году все времена и его луч был виден на расстоянии 7 миль в море который работал с интервалом в каждые четыре секунды однако после войны он перестал соответствовать требованиям и был признан непригодным в настоящее время в маяк выполняет функцию смотровой башни на самом деле маяк это бывшая труба котельной обустроенные башни в виде квадрата но это не точно после осмотра маяка мы вышли на курортную площадь курите в сквер от которой берет свое начало знаменитый сопоцки мол начинается мол красивым сквером где проводятся различные городские праздники и концерты прямо напротив него расположены красивые здания курортной водолечебницы центр хапнера перед которым находится небольшой исторический фонтан здесь же находятся многочисленные уютные кафе и ресторанчики также множество магазинчиков с изделиями из янтаря и памятными сувенирами чего здесь только нет здесь и клумбы с разнообразными цветами и декоративные растения и удобные скамеечки для отдыха сиди на которых любуешься красотой скверы и фонтана в самом его центре сопоцки мол является одним из самых длинных европе протяженность помоста составляет пятьсот пятнадцать с половиной метров и представляет собой сквер от которую берет свое начало широкий длинный настил часть которого находится на суше отчасти поле балтийское море пирс и простирается над пляжем сам его центре как бы деля весь пляж на две части и служит не только местом прогулок и отдыха горожан и гостей но является и пистанью для парусных судов яхт и водных такси первый причал длиной 150 метров был построен в 1827 году в джорджем фахмером к началу двадцатого века он был увеличен до 350 метров довольно быстро пирс стал городской достопримечательностью со второй половине девятнадцатого века вход на пирс был класс последний крупная реконструкция была проведена в 1928 году в честь 100-летнего юбилея пичала в 2005 году пирс был назван в честь иоанна павла второго который посетил сопо 20 1987 и 99 года настоящее время пирс в сопоте является памятником архитектуры ежегодно здесь проводятся городские культурные мероприятия организуются концерты и выступления ежегодно мальчишко в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...